Я редко пишу рецензии на украинское кино, во многом потому, что оно в массе своей напоминает этакое упражнение в жанре. Например, за последние полгода я посмотрел упражнение в жанре костюмированной мелодрамы и упражнение в жанре батальной комедии. А к фильмам, посвященным нашей войне, я отношусь заведомо настороженно. Потому что всегда велик соблазн перепридумать себя заново. Заштриховать одно, рельефно выделить другое. Война продолжается, и у каждого режиссера есть соблазн решить патриотическую задачу. Чувство меры редко бывает нашей сильной стороной. Благодарная аудитория простит тебе обман, а лояльность публики аукнется хвалебными отзывами. Это ведь сегодня, из нашего 2020-го, мы знаем все наперед. Это теперь нам известно, что у крымской пьесы будет второй акт. Куда более безжалостный, чем первый. Это сейчас мы без труда прочерчиваем ровную прямую от блокады крымских частей к освобождению Славянска. От штурма украинских кораблей к дебальцевскому котлу. Но ведь тогда, в феврале 2014-го, мы понятия не имели, что происходит и где оно закончится. В бесповоротность происходящего верили единицы. И я помню, как в марте того года мои коллеги в Киеве искренне удивлялись тому, почему в Симферопольском аэропорту украинские пограничники не арестовывают Аксенова, встречающего российские делегации. Это сегодня мы привыкли к тому, что украинская армия открывает ответный огонь. А я помню шок, когда мартировок погибших на фронте сравнялся со списочным составом Небесной сотни. И потрясение того дня, когда танки впервые стали применять на Востоке. То, что в Крыму казалось нам образцом героизма, очень скоро померкнет на фоне Донбасса. То, что мы считали примером верности присяге, растеряет свой блеск на фоне боев за Саурмогилу. Но все это добавочное знание придет к нам позже. А тогда, в самом начале холодной весны 14-го, мы держали кулаки за керченских морпехов, отказывавшихся спускать флаг. И за экипаж заблокированного в Донузлаве тральщика Черкассы. Кинематограф – это всегда пространство сценарной ретуши. В конце концов, мы изрядно устали от самоощущения слабого. А потому краски для Давида можно подобрать поярче, для Голиафа потускнее, переписать себя задним числом, так, чтобы и знамя было повыше, и присяга погромче, и выправка погероичнее. Чтобы растерянность нашей весны 14-го не выглядела столь угловато на фоне холодной решимости осени. Но именно этого в Черкассах вы не увидите. Я могу только догадываться, каких усилий это стоило съемочной группе. Как часто им доводилось слышать, что они снимают не то, не так и не о том. Что государству и зрителю нужны иные акценты, а потому давайте не будем упрямиться и перепишем вот тут, вот здесь и вон там. Но они сделали по-своему. И именно поэтому у них получилось предельно честное кино, которое не нуждается в снисходительности, которому не нужны костыли нашей лояльности, которое не разжевывает за зрителя акценты и смыслы, оставляя пространство для сотворчества. Принято считать, что потерянное поколение рождается из фронтовиков, вернувшихся с войны. А в Украине потерянным поколением были те, кому выпало служить до войны. Люди, в которых не видела смысла государство и соседи по лестничной площадке. Флаги состояли из ниток, гимн из нот. Ты должен был уважать себя сам, потому что больше этого делать никто не собирался. Батальные полотна приучили нас к тому, что героизм должен быть монументальным. Пафос торжествует над бытом, а выправка над сутулостью. Все это хорошо сочетается с кассовыми сборами и очень плохо с реальностью. При желании история украинского минного тральщика могла бы стать отличным лубком, но она им не стала. И это лучшее, что могло с нами случиться. Вместо этого этот фильм стал нашей исповедью. Предельно честной, максимально безжалостной. Исповедью о том, как все начиналось. О том, какими мы были. Любая ложь всегда легко опрокидывается правдой, но именно поэтому черкассы делают нас сильнее, потому что историю этого корабля невозможно опровергнуть. Мы все о себе сказали сами. А еще этот фильм о том, как мы способны меняться. Именно поэтому я буду его пересматривать. Субтитры создавал DimaTorzok